Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Мумали Рахмон, в ходе телефонного разговора заслушал отчеты председателей Рашского и Таджикабадского районов Мукими Рахимджона и Факерзода Кадридина о последствиях землетрясения. Как было проинформировано, землетрясение, произошедшее сегодня утром, разрушило жилые дома и унесло жизни четырех человек, в том числе двух детей. Глава государства, уважаемый Мумали Рахмон, дал поручение премьер-министру страны Кохиру Расулзода, председателю Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, председателям Рашского и Таджикабадского районов принять незамедлительные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказанию помощи пострадавшим семьям. Правительственная комиссия немедленно начала работы по ликвидации на месте происшествия. По данным сейсмологического центра Национальной академии наук Таджикистана, землетрясение произошло в 7 часов 14 минут утра по местному времени в 20 километрах от центра Рашского района на глубине 10 километров и имело магнитуду 5,9 по шкале Рихтера. Землетрясение ощущалось и в соседних странах. На этой неделе 5 июля под председательством основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого ему Мария Рахмона, состоялось заседание Совета безопасности Республики Таджикистан. В связи с обострением ситуации на границе Исламской Республики Афганистан с Республикой Таджикистан на заседании с членами Совета безопасности был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности при граничных районах и принятие мер по усилению охраны государственной границы. О ситуации на государственной границе были заслужены доклады командующего пограничными войсками Раджабали Рахмонали и министра внутренних дел Республики Таджикистан Рамазона Рахимзода. Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства, уважаемый ему Мария Рахмон, поручил членам Совета безопасности Республики Таджикистан, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана. Было поручено с целью защиты государственной границы усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы. Глава государства также поручил наряду с усилением пограничного потенциала уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма или законного оборота наркотиков. В завершении заседания Совета безопасности, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, уважаемый ему Мария Рахмон, поручил министру обороны Республики Таджикистан мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном. В Душанбе продолжается кампания с целью предотвращения распространения COVID-19 среди людей старше 18 лет. Сделать прививки душанбинцы могут в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Вакцинация является единственным действенным способом предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19. По мнению экспертов, только сделав прививку, каждый может защитить себя и своих близких от инфицирования COVID-19. 22 марта 2021 года правительство Республики Таджикистан издало указ о старте или о начале вакцинации населения против COVID-19 в Республике Таджикистан. И который предусматривает поэтапное вакцинирование всех слоев населения, особенно начиная с приоритетных групп. Когда мы готовили национальный план расширения вакцинации по COVID-19 в Республике Таджикистан, предусматривалась вакцинация в первую очередь медицинских работников, которые стоят на передней линии борьбы с COVID-19. И кроме того, так как очень близко работают с другими слоями населения, это педагоги, то есть педагогический состав, средних образовательных школ, дошкольных учреждений и других вузов и СУЗов. И далее по возрастному составу лица за 60 лет, старше 60 лет, и далее лица, имеющие у себя хронические неинфекционные заболевания. Таким образом, общий состав, который должен быть провакцинирован в стране, был обозначен как более 5 миллионов 800 тысяч человек. Исходя из того, чтобы разработать или образовать коллективный иммунитет в соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения, численность населения на определенной территории должна быть проявлена не менее от 60 до 80%. Когда провели наши расчеты, тогда было выяснено, что 5 миллионов 800 тысяч населения как раз составляет 62,4% от общего населения. Со стороны государства была подана заявка во Всемирную организацию здравоохранения и в Международный механизм справедливого распределения вакцин, или КОВАКС, о вакцинировании 20% из общего населения на бесплатной или на гуманитарной основе, которая составляла 1 миллион 800 тысяч человек. И, как все знают, 8 марта 2021 года мы в соответствии с этим механизмом получили первые 190 тысяч доз вакцины AstraZeneca. И в настоящее время мы находимся на завершающем этапе использования первой партии вакцин, которые поступили в страну. Далее 20 июня 2021 года в Республике Таджикстан было поставлено в качестве гуманитарной помощи после проведенных переговоров лидеров двух стран. И на основе этих договоренностей в страну поступили 300 тысяч доз вакцины производства компании Sinopharm, которая называется CoronaVac. И процесс начался после получения этой вакцины и его регистрации. Мы начали вакцинацию среди населения города Душамбы. И в данный момент, используя обе вакцины, в Таджикистане получили в первую дозу уже более 300 тысяч населения. Вторая партия вакцины, которая поступила в Таджикистан, она также сейчас эффективно используется и прививается очень широко, то есть применяется очень широко. И ежедневно в Таджикистане сейчас вакцинируется более 10 тысяч человек. Необходимо отметить, что в дальнейшем есть также в планах поступление других партий вакцин, в частности AstraZeneca, следующая партия в количестве 192 тысячи, также поступит через систему COVAX. И мы ожидаем прибытия этой вакцины в августе текущего года. Наряду с этим, также правительство ведет переговоры с другими поставщиками вакцины, в частности с КНР, непосредственно с производителями. И учитывая момент, что у нас в распоряжении имеются финансовые средства, которые были выделены в качестве гранд со стороны Азиатского банка развития и Всемирного банка, мы сейчас готовим контракты на закупку еще других партий, то есть вакцины китайского производства Sinovac и дополнительной Sinofarm. Хочу обратить внимание, что согласно нашему законодательству, населению старше 18 лет, после принятия решения со стороны республиканского штаба, вакцинация против COVID стала обязательной. Та категория людей, которая сейчас озвучивается, то есть это именно беременные женщины, женщины, имеющие грудных детей, и кормящие, которые имеют грудных детей, да, кроме этого лица, которые у них есть онкологические заболевания, люди, которые находятся в острой стадии инфекционных заболеваний, дали лица, которые недавно буквально перенесли COVID-19 или же находились в контакте, именно люди, которые находились в контакте с больным, они должны выдержать две недели, потом вакцинироваться, а остальным категориям, которые сказал, например, должны воздержаться, люди, которые переболели, им необходимо воздержаться до шести месяцев от вакцинации. В Таджикистане ежегодно для развития женского предпринимательства выделяется 80 грантов на общую сумму 2 миллиона сомани. Поддержка государства дает возможность многим женщинам успешно начать свое дело. В комиссию по распределению грантов за 2021 год поступило 332 проекта, из которых 80 были поддержаны и распределены следующим образом. Комиссия по распределению грантов президента Республики Таджикистан за 2021 год на основании постановления правительства Республики Таджикистана 28 января 2021 года и на основе правил выделения грантов президента Таджикистана на поддержку и развитие женского предпринимательства гранты получили женщины, представившие свои проекты. Из Душанбе, поддержанной комиссией, 7 проектов на сумму 220 тысяч сомани. Из Хатлонской области – 27 проектов на сумму 670 тысяч сомани. Из Сагдийской области – 20 проектов на сумму 440 тысяч сомани. Из Горно-Бадахшанской автономной области – 11 проектов на сумму 300 тысяч сомани. Женщины-предпринимательницы из районов республиканского подчинения получили 200 тысяч самани. В районе Рашт поддержаны 7 проектов на сумму 170 тысяч самани. А также комиссия выделила гранты 18 женщинам с ограниченными возможностями из разных городов и районов страны. Комиссия по распределению гранта в основном поддерживает предпринимательниц из сельской местности. Так, Умина Сафарова из Лахшского района получила грант на приобретение мини-трактора. В наших краях мы в основном выращиваем картофель и поставляем его на рынки страны. Чтобы облегчить наш труд и увеличить объемы сбора урожая, нам необходима техника. Я с детства люблю машины и научилась управлять ими. Теперь я могу заниматься любимым делом и с гордостью буду работать трактористкой наравне с мужчинами и даже, возможно, лучше них, ведь я чувствую поддержку и заботу нашего государства. Результаты реализованных проектов предыдущих годов свидетельствуют об огромном потенциале и незаурядных способностях таджикских женщин в различных сферах, в том числе в сфере возрождения народных промыслов, в организации малых предприятий, а также в развитии животноводства, птицеводства, рыбоводства, в сборе и переработке сельхозпродукции. Я благодарна, что в нашей стране поддерживают женщин, которые хотят организовать свой бизнес, ведь у нас есть огромный потенциал для того, чтобы и самим зарабатывать, и вносить вклад в экономику страны. Очень важно развивать предпринимательство, ведь предпринимательская активность – это залог экономического роста района и региона, а также страны в целом.